Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далеко надолго. Ну ладно, отвлеклись мы от темы нашего сегодняшнего видео. Давайте по составам. У меня здесь 5 катафрактов за Армению. Золотая атака, серебряная защита. Три арабской кавалерии в золоте. Шесть лучников в золоте. И шесть армянских гафлитов голых. Так, у моего оппонента здесь 6 катафрактов в золоте, 4 конных катафракта, 2 катафракта верблюда, 6 лучников в золоте, 2 пращечника в золоте, 2 хашки в золотой атаке и 3 крестьянина. Ну что ж, начнем смотреть бой. С самого начала этого боя видно, что тотальный перевес в стрелках на стороне моего оппонента. 10 максимальное количество стрелков против всего лишь навсего 6 моих. Сразу хашки начали заходить на фланги, видите, здесь и здесь. И тут же я отправил на них по отряду арабской кавалерии. Плюс один отряд арабской кавалерии я хотел завести в тыл. Ну, прежде всего с целью, так сказать, деморализации. Потому что когда стоит отряд арабской кавалерии в тылу, это, так знаете, действует на нервишки. На нервишки это действует и начинает ошибаться оппонент. Вот, вы сейчас скажете, да зачем ты отправил арабскую кавалерию? Хашка расстреляет твою арабскую кавалерию, она ничего не сделает. Нет, друзья мои, просто с самого начала боя я хотел нормально вступить в перестрелку своими лучниками. Потому что если не сконтрить эту хашку, то она там очень сильно постреляет моих лучников. И так у меня, я нахожу численно на меньшинстве, а тут еще и одни огрызки до перестрелки дойдут. Вот, не хотел я этого, поэтому отправил свою арабскую на перехват хашек. Это во-первых. А во-вторых, с самого начала я хотел зарашить, как только увидел построение моего оппонента по этому бою. Тут на фланге случился такой момент. Хашки, видите, убегают от моей арабской. И здесь катафракт, противник по этому бою, подтягивает на то, чтобы защитить свою хашку. Я, само собой, посмотрите, здесь пытаюсь уйти, уйти, уйти в сторону красной линии. И здесь, блин, цепляется моя арабская кавалерия за эту хашку. И я думал, все, хашку я, арабскую я потерял. Но не тут-то было. Катафракт был в болоте, поэтому чарджа у него не получилось, пока этот медленный товарищ вступал в бой. Моя арабская здесь нехило покоцала эту хашку. Оставилось там 12 человек. Ну, правда, арабская тоже понесла потери. 17 человек у меня осталось. Но все-таки, все-таки, не так уж и плохо все случилось. Тем временем, медленно, не спеша, я подхожу в перестрелку. Начинаю эту перестрелку. Начинаю перестрелку. Вот, сейчас уже начал перестрелку. Иду вперед своими гаплитами. Что я говорил по поводу, по поводу построения, друзья мои. Видите, мой оппонент разделил свою кавалерию на две группы, три. На одном фланге, три. На другом фланге. Я с самого начала, как только увидел эту тему, решил, что буду действовать следующим образом. Отправлю гаплитов в центр. Поставлю их между этим отрядом вражеской кавалерии и этим отрядом вражеской кавалерии. И всей массой своих катафрактов снесу один из флангов. То есть будет численный перевес. Быстренько смету один из флангов. Дальше катафракты и гаплиты снесут остальное. Вот такой вот у меня был план. Ну, посмотрим, как я его реализовывал. Здесь опять эта хашка и арабская кавалерия схлестнули здесь. Ну и все, не удается прогнать мою арабскую кавалерию. Какая-то она здесь у меня бессмертная хашку. Хашку я убил, кстати говоря. Три человека там осталось, но все-таки тварь тоже не побежала. Иду вперед, началась перестрелка. Задача была здесь у меня чуть-чуть постреляться и уже после этого идти вперед. Мой оппонент не стреляет по лучникам, стреляет по гаплитам. Армянских гаплитов в лоб расстреливать особого смысла нет. Но здесь один отряд довольно-таки неплохо покоцал. Мой оппонент по этому бою. Иду вперед, видите, выставляю здесь гаплитов своих. И пошел уже катафрактами на этот фланг. Я был уверен, что здесь у меня удастся завязаться, потому что здесь верблюды. Верблюды медленные и обычные катафракты догоняют. Догоняют верблюды без особых проблем. Мой оппонент приказал лучникам с вами сомкнуть строй. Лучники из-за этого затормозились. И, собственно говоря, здесь пару отрядов мне удалось догнать и схавать. В свою очередь, мой оппонент здесь, видите, довольно-таки грамотно действует. Пытается, пытается вот этими вот своими двумя оттенками катафрактов обойти. Обойти моих катов и чтобы ударить им в тыл. Смотрим дальше. Здесь лучники убегают. Начинает такая, ну, нельзя сказать, что массовая паника. Но довольно-таки неплохая паника. Неплохая для меня, конечно же. Этот отряд катафрактов, друзья мои, не думайте, что я нубаса, я его забыл в тылу. Я его специально там оставил. В качестве того, чтобы она в последний момент вступила в бой. Здесь уже произошла завязка. Парфи, парфийских катов я догнал. Гоплиты рядом. И начинается бой. Схлестнули четыре моих ката против трех парфийских катов. И сейчас мои гоплиты заходят в тыл к парфийским катафрактам. И вуаля. Вспыхивают парфийские катафракты. Но парфия тоже подводит своих катафрактов. Но здесь уже численный перевес, во-первых, на моей стороне. Во-вторых, у меня здесь гоплиты в замесе. То есть все идет так, как и должно происходить. Все в мою пользу, когда в этом матчапе, когда армянские катафракты действуют слаженно с армянскими же гоплитами. Собственно говоря, у парфий здесь шансов не очень много. Включаю построение фалангой своим гоплитам. И просто, просто, просто уничтожаю парфию. Даже вот последний отряд, который вступил в бой, это были отряды парфийских катафрактов. Но здесь уже, собственно говоря, все кончено для парфийских. Свои арабские здесь разгоняю лучников парфийских. Своими же лучниками, видите, я тихо-спокойно стою, подвожу ее, чтобы они стреляли по вот этим вот английским катафрактов. И все. Все. Парфия здесь сливается. Вот такой вот бой получился, друзья мои. Спасибо всем, кто смотрел. Комментируйте, оставляйте там, я не знаю, отзывы свои. Не сильно ругайтесь только, пожалуйста. С вами был Гамилькар Бару.